Что такое аутоиммунные заболевания? Аутоиммунные заболевания возникают, когда иммунная система борется с вредными микробами и другими вещами, которых не должно быть в теле человека. Однако иногда что-то идет не так, и организм человека атакует здоровые ткани. Это может привести к воспалению и повреждению суставов, нервов мышц, кожи и других частей тела. Почему они происходят? Исследователи считают, что для возникновения аутоиммунного расстройства должны произойти две вещи. Во-первых, человек должен получить определенные гены от своих родителей, предрасполагающих к заболеванию. Во-вторых, должен быть триггер, то есть то, чем вызывается это заболевание, например, вирусом. Поскольку женщины страдают больше, чем мужчины, врачи считают, что определенную роль могут играть какие-то определенные гормоны. Ревматоидный артрит. Это аутоиммунное заболевание поражает суставы и вызывает отек и боль. Со временем воспаление может повредить хрящи и кости человека, и он не сможет их двигать. Ревматоидный артрит также может вызвать проблемы с сердцем и легкими. Лекарства могут помочь справиться с симптомами и замедлить болезнь. Анкилозирующий спондилоартрит. Этот тип артрита в основном поражает позвоночник, но также может поражать грудь, шею, бедра и колени. Это вызывает боль и скованность. Кости человека могут в конечном итоге соединиться, и ему будет трудно двигаться в этих областях. Это может повлиять и на его органы. Лечение может включать определенные упражнения на растяжку, а также обезболивающие препараты, дмарт и инъекции стероидов. Также может понадобиться операция по замене поврежденных суставов. Диабет первого типа. Раньше его называли ювенильным типом диабета, потому что он обычно начинается у детей или подростков. Это происходит, когда иммунная система больного убивает клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают гормон инсулин, необходимый телу для преобразования пищи в энергию. Диабетом первого типа можно управлять, наблюдая за уровнем сахара в крови и вводя себе инсулин, когда это нужно. Рассеянный склероз. Когда у человека рассеянный склероз, защитные силы его организма дают осечку и вызывают воспаление, которое повреждает его центральную нервную систему. Рубцовая ткань накапливается вдоль сети, которая передает нервные сигналы от мозга человека к другим частям тела. Это вызывает боль, проблемы с движением и равновесием, а также слабость. Лекарства могут облегчить симптомы и замедлить течение болезни. Воспалительное заболевание кишечника – ВЗК. Болезнь крона и язвенный колит – як – являются видами ВЗК. Защитные силы организма атакуют кишечник и вызывают воспаление, боли, кровотечение. Болезнь крона возникает в тонкой и толстой кишке, а язвенный колит – в толстой кишке. Лечение включает противовоспалительные препараты, антибиотики и лекарства, замедляющие работу иммунной системы. Хирургия – еще одна возможность. Часто это может помочь, но не избавляет от основного воспаления в организме. Волчанка. Болезнь поражает несколько частей тела одновременно. Симптомы боль в суставах – чувствительность к свету, проблемы с почками и сильная усталость. Может быть сыпь на щеках и носу. Нестероидные противовоспалительные препараты могут помочь больному почувствовать себя лучше, а противоревматические препараты могут предотвратить ухудшение состояния. Врач может предложить лекарство, замедляющее работу иммунной системы, или химиотерапию, комбинацию препаратов. Болезнь Эдисона. Надпочечники располагаются над почками. Когда иммунная система больного атакует и повреждает их, они не могут вырабатывать достаточно определенных гормонов. Когда это происходит, у человека могут возникнуть проблемы с преобразованием пищи в топливо и поддержанием стабильного артериального давления. Ранние признаки болезни Эдисона могут включать усталость и участки кожи, которые темнее, чем области вокруг них. Лечение прием гормонов. Болезнь Грейфса. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые помогают телу человека работать разными способами. При этом аутоиммунном заболевании их слишком много. Состояние, называемое гипертириозом. Симптомы включают дрожь, потерю веса, тревогу и слегка выпученные глаза. Лекарства могут замедлить гормоны. Ваш врач может также предложить операцию по удалению части или всей железы. Болезнь Хошимота. Если ваша щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов, это может привести к этой болезни, также называемой хроническим лимфоцитарным тиреоидитом. Это может привести к набору веса, усталости больше, чем обычно, повышенной чувствительности к холоду, выпадению волос и другим проблемам. Вы можете заметить, что передняя часть вашего горла опухла или ваше лицо опухло. Лекарства могут заменить эти гормоны и облегчить симптомы. Очаговая алопеция. Когда ваше тело атакует фолликулы, в которых растут ваши волосы, они могут уменьшиться и перестать работать. Это может привести к оголенным участкам или полной потере волос на теле. Медицина может успокоить вашу иммунную систему и помочь отрастить волосы. Миостения гравис. Это расстройство вызывает проблемы с сигналами между нервами и мышцами. Это приводит к слабости и затрудняет контроль определенных движений. Сначала вы можете заметить проблемы с глазами, и это может повлиять на выражение вашего лица и то, как вы говорите, глотаете и жуете. Могут помочь лекарства, или вам может быть сделана операция по удалению вилочковой железы, что может сыграть свою роль в этом. Синдром Гиена-Борре. Когда у вас есть это состояние, ваше тело атакует вашу нервную сеть. Ваши руки и ноги могут быть слабыми и ощущать опокалывание, и вы можете не чувствовать тепла или боли. Ваш врач может порекомендовать процедуру, называемую плазмообменом. Это когда у вас берут кровь и удаляют жидкую часть вашей крови, называемую плазмой, а затем возвращают клетки крови. Псориаз. Псориаз возникает при воспалении, когда клетки кожи начинают расти слишком быстро. Они поднимаются на поверхность до того, как полностью разовьются. Это вызывает толстые красные пятна, которые могут чесаться или болеть. Его лечат кремами или ультрафиолетовым светом, которые облегчают симптомы, или лекарствами, которые успокаивают иммунную систему. У некоторых развивается псориатический артрит с отеком и болью в суставах и в местах соединения сухожилий и связок с костями. Продолжение следует...